Субтитры сделал DimaTorzok Geass NTA-31-3, Iseki RTS-22 и так далее Очень интересно, что здесь еще находятся Разные мотоблоки у них Конечно, цены я не буду сейчас ничего называть Так что не спрашивать, что здесь очень много товаров Очень много разных цен Я сам здесь не работаю, никакого отношения к этому магазину не имею Просто заехал посмотреть, смотрю Мототехника интересна Чем отличается магазин садовой техники в Японии от садовой техники в России И все, что здесь представлено в основном Это все одной марки, все японского производства Никакого Китая, ничего этого нет Естественно, все оригинальное Без всяких там, как говорится, лейблов наклеиваем И так далее, продают Ну и вот, если смотреть, есть модели, начиная вот от ПТС ПТС-25, там 23, 20 Разные модели Потом вот РТС Идет также модель 22 Такие открытые Открытого типа Вот этот, как он называется Сборщик Сборщик здесь у них идет Риса А вот эти рисовые сборы Также есть этот самый Кто Рисосажа Кто посадкой занимается Вот для посадки риса Я даже не знаю, как правильно это сказать В общем, вот тоже автоматическая машина Она сама катается То есть по полю Ты только туда ставишь эти Поддоны с этим Значит С рассадой Вот сюда вот прям ставятся Поддоны с рассадой И эта машина автоматически Сама это все дело садит То есть А ты вот сидишь там Просто рулишь Рулишь процессом Такая вот удобная штука Значит Далее Ну, такой небольшой трактор Это Сел СТ-93 Хоть он и выглядит Как бы Такой староватенький Вроде как старая модель Хотя на самом деле Новый Новый трактор Вот Просто на нем юзают Его Здесь Ну, вот На самом деле Самые популярные модели В этом Магазине Как мне сказали Это вот Исеки РТС Вот Ну, как бы 25 и 23 Также есть Есть 23 Вот такой же трактор Ис 25 Вот Значит И НТ НТ 34 34 Там еще У них в офисе Стоит 28 В принципе Они ничем не отличаются По внешнему виду Только по мощности двигателя Различие идет Все Что можно сказать Про эти две модели То есть Как бы Я уже поговорил С продавцом Он мне все Разъяснил Рассказал То есть Здесь вообще В Японии Очень все строго С этими тракторами В том плане Что На них Ставится Ограничение По скорости 15 км в час То есть Вот Этот трактор Например Является Как там Когота Он там Не сказал То есть Это называется То есть Малая там Малая машина То есть Малая Это Как бы Грузовая машина То есть На ней Разрешен Этот самый Лимит скорости Всего 15 км в час То есть Не больше Вот Вот На этой машине Тут уже идет Большая Как бы Ну Рабочая машина Как бы Ну Не грузовая Конечно Рабочая Машина На ней Уже идет Ограничение В скорости Уже там До 30 км в час Но На ней Даже написано High speed Вот У нее Скорость 27 Ограниченная Хотя Двигатель Может выжить И больше Тут 34 Лошадиных силы В двигателе Стоит Он может Выжить Намного Больше Чем 27 Км в час Просто На нем Стоит Искусственное Ограничение А на Вот этом Тракторе Стоит 25 лошадиных сил Ограничение 15 км в час Что еще Можно про них Сказать Ну Я расскажу Различия К примеру Если вдруг Вы столкнетесь С какими Подобными Машинами Или Например Просто Увидите Там В магазинах Будете Продаваться То есть Что-то подобное То есть Вот модель Вот эти РТС Я не помню Как он там Точно называется А Респа РТС Это Респа Называется Вот Респа Она Как бы В нашем Понятии Как стандартная Модель То есть В ней идет Все Как бы Ну Стандартно То есть Обычная Коробка Передач Механическая То есть Там идет Обычная Это самое Рулевая Ну Гидроусилитель Руля Конечно Там все Стоит То есть Как бы Все нормально Также В нем Конечно же Идет Кондиционер Отопитель Вот Музыка Также идет Там CD Плеер Радио То есть Вот видите Антенна Здесь уже Ставит Стандартно В комплекте Также идет У них Вот этот На 1,4 метра Культиватор Ну Новый Конечно Это Нульцевый Тут Видите Еще Муха Не сидела Как говорится Автобаланс Этого Автоуровень Автоглубина То есть Ну Также Там Вот идет Значит Пониженный Повышенный Ну Как и везде Как и на всех Тракторах Вот Но это все Механика На вот этом Тракторе идет Автоматика В основном Все полностью В автоматике То есть На нем То есть Идет Автоматическая Коробка Передач То есть На нем Также идет Климат Контроль Также музыка Радио Там Он попросторней Внутри На нем Также идет Там Разные Как вам сказать Это Как он мне Объяснил Настройки Значит Ты можешь Под себя Там Забивать Типа Программу Например Если На тракторе Работают Два Или Три Там Разных Человека То есть Каждый Может Настроить Под себя Какую-то Программу Сохранить Ее И при Ну Вот Например Ему Там Не надо Там Включать Понижен Там Или Он Там Например Не Хочет Там Он Ездит Там На С Автоуровнем Он Может Его Отключить И У себя В программе Сохранить И Когда Он Садится Включает Свою Программу У него Все Это Дело Автоматически Настраивается Под него То есть Как он Там Захотел До этого То есть Вот Именно В этом То есть На нем Стоит Бортовой Компьютер Вот Бортовой Компьютер Всякие Там На нем Можно Делать Эти Установки Сохранять А на этом Компьютера Нет Ну Как бы Стандартный Простой Есть Там Компьютер Такой Как Ну Скажем Так Который Вы Там Настраиваете Чтобы Запоминать Конечно Можно И самому Установить Не так Дорого Стоит Вот Но В комплекте Вот В этом Уже Идет Трактор Что Еще Здесь У них С ним Также Вот Вот Этот Трактор Продается Есть В комплекте С С культиватором А есть Без То есть Тот Идет Сразу С культиватором А этот Без Культиватора Также Спереди Вот Эти Подъемник Погрузчик Погрузчик Стоит Отдельно Здесь Погрузчик В Японии Стоит Бешеных Денег То есть Там Около Миллиона Йен Стоит Погрузчик Ну Смотрящ Какая Модель Также Вот Идут Разные Прицепы Для Прицепов Какие Вещи Не для Прицепов А для Этих Вот Как раз Для Культиватора Крепления То есть Вот Они Разные Там Для Разных Культиваторов Видимо Разные Крепления Вот Так Что Еще Можно Про Него Рассказать А Ну Как Мне Сказал Мужик Тоже Что Здесь Колеса Различаются То есть По Колесам То есть Хотя Я Разницы Не Заметил Вот Если Вот Особой Разницы Нет Ну Чуть Чуть Вот Вот Если Так Смотреть Чуть Чуть Она Повыше Колесо И Вот Это Чуть Чуть Повыше Вот Чем Левая Пониже Правая Повыше Но При этом Если так Смотреть Вот По Подножкам Видите Вот У правого Трактора Подножка Ниже Чем У левого То есть Значит Что Просвет Дорожный У левого Трактора Будет Поболее Чем У правого Несмотря На то Что Колеса Все Так Меньше Также Что Еще Вот В этом Тракторе Это Сферическое Стекло Естественно Которое Стоит Бешеных Денег В этом Тракторе Стоит Обычный Пласт Ну Как бы Гладкое Стекло То есть Плоское Оно Не так Дорого Стоит Как Сферическое Сферическое Стоит Допустим Дверь Допустим Вот Если Брать Сферическую Дверь 70 тысяч Йен Стоит Стекло На нее Чисто Ну Лобовой Естественно Дороже Будет Около 100 тысяч Йен Будет Стоит Такие Вот Трактора Трактор